Здравствуйте еще раз. Здравствуйте, Миша. Что, приступим? Пожалуйста. Первый вопрос такой. Армянские солдаты-перебежчики, которые переходят на территорию Азербайджана, сдаются, идут с белым флагом. Почему они так поступают, по-вашему? Ваше мнение. Я с комплектными случаями не знаком. То есть, я думаю, что концы круче и не знаю, почему солдаты-перебежчики уезжают вообще. Начиная от личных отношений по этой части. Наверняка базируется, можно объяснить личными отношениями с первыми и безрукими солдатами, то есть советская дедовщина. Советский Союз же не ушел из наших стран. Кандидовщина советская, как была в советской армии, так и есть в наших армиях. Не могу сказать. Я не изучал вопрос. Но то, что в Армении диктатура, где такие случаи, конечно, будут повторяться, и случайно, и за эти годы будут случаться, я не сомневаюсь. Вот последний случай был. Переходил парень с белым флагом. Вы не знаете, да? Я читал там тян, учитывая то, что у меня нет доверия к постсоветской деде. Мы об этом говорили в прошлый раз. Ну, мне там было очень много всего странного. И мне было странно то, что парень не молодой солдат. То есть даже остался через... После службы остался на долгосрочную службу. Это значит сам контракт. Мне не очень это понятно. Но так как сейчас человек официально, я не знаю, на той стороне. И я думаю, что сейчас этим занимаются следственные органы и так далее, и так далее. И я думаю, что нам не зачем об этом говорить. Многие солдаты видят в Азербайджане как перевалочный пункт в Европу, в США. Потому что отсюда их могут отправить в третьи страны. Вполне логично. Вполне логично. Такие случаи бывали. Мне кажется, что Азербайджанцы тоже переходили. Вполне логично. И сейчас информация доступна. Бегипус техник ничего не издал. Сейчас люди знают, что в такой ситуации окажут в третьей стране минимум в Грузии. И получат статус беженца останутся. Людям не хочется оставаться в такой ситуации в стране. И в наших странах много беженцев. Это же объясняет ситуацию. Людям нормальную жизнь. На прошлой неделе среда, четверг, точно не помню. У резиденции Сержа Сарксяна проходила акция матерей, солдат, которых прямо на кадрах видно, как оттаскивают. И такое не в первый раз, не впервые в Армении. Часто бывает. Да. Бывает с 92-го года. Со времен приватизации, когда у людей просто отнимали массово все имущество, начиная с республики, то есть все то, что надежало народу. Меня печалит то, что армянская реакция на это, на то, что обидели мать солдата, конечно, должна быть реакция, но а почему не было такой реакции, когда центр Еревана разрушались, чтобы строить высотки, чтобы продавать подороже зарубежным армянским бизнесменам, которые планировали, что заманят в Армению и так далее. Вот когда отнимали весь Ереван и выгоняли на улицу старушек и таких же мам, которые и солдат теряли и просто теряли криминальность и в брутальной стране родственников и терпели все это и так далее. Почему такой реакции нет? В милитаристических странах почему-то солдат приобретает такой особый статус и соответственно родственники и мамы и так далее. Но дорогие друзья, солдат это самая простая работа, которую может сделать на самом деле гражданин. Я работаю как бывший военный, поэтому забирают 18-ти местных постанов, которые еще ничего не умеют. Почему такой реакции нет, когда вот так поступают с мамой допустим сантехникой, которая каждый день выходит на работу как герой и занимается тем, чтобы рядом с нами не воняло, было чисто. Кто сказал, что он делает меньше, чем солдат? и явления больные в диктатурах, и реакция народа больная, мне кажется. То есть почему-то медленно решают, вот надо поднять этот вопрос. Люди промытые просто несколько слоев, наверное, прошли по мозгам людей, промылись сериалами, дуракими новостями, и вот я не знаю, кто-то решил, что все должны быть, и вот вся страна будет. И вот какая трагедия. Конечно, трагедия. Избили матерей. Этими матерьми злоупотребляют всякие оппозиционные и псевдо-оппозиционные и так далее. Я не знаю, я даже уже не знаю. Бываю, в прошлом проходил, вот был в Гереване, проходил по улице Барамян, там же протестовало очень много людей, матерей и так далее. я видел, как их туда-сюда толкают полицейские. Стало обидно, подошел, что случилось, я не знаю, подумал, что мне надо вмешаться, там женщин толкают. Я подумал, что вот стеновер солдат, потом оказалось, что родственники каких-то охранников, которые избили, кого-то убили и так далее, я не знаю. Ну, толкают этих матерей. Знаете, вот как определить, вот чью мать пожалеть больше или меньше, когда ее толкают, не знаю, все. Это все как-то, я не знаю, не здорово. Это когда было? Когда было? Когда вы видели это? На улице Бараляна? Да, вот то, что вы сейчас рассказывали. Ну, последний раз был в Евгении в Афреле. Не уверен, но, наверное, в Афреле. Вас спокойно пускают туда? Все нормально? Да, сейчас уже спокойно пускают. Раньше, когда закручивали гайки, делали для того, чтобы я молчал. Сейчас уже какой смысл меня уже убалкивать? Все, что я говорил, уже там, вокруг. Сейчас любой пресс против меня реклама для меня. Я еще на один шаг поднимусь. На любой пресс. Я просто уперусь и покажусь еще. И сделаю еще. И да, наломаю еще больше гроб. Без этого мнения. И еще один вопрос у меня. Армения это моноэтническое государство. Вокруг Азербайджан, Грузия, Иран, Турция. Живут разные народы. А в Армении почти 99%, можно сказать, 100% этнические армяне. Как вы это прокомментируете? Почему там не могут проживать другие народы? Это очень плохо говорит о народе. То, что народ не может принимать другие этности в себя. Это говорит плохо о тех народах, которые поступали когда-то исторически с этим народом так, что этот народ истерически боится за свой этнос, за свою уникальность, за, я не знаю, много таких спорных вещей, но что-то сделало, что-то же сделало то, что армяне стали такими, какими стали. Но сам факт, что это моноэтничная страна, это трагедия и в первую очередь я еще не хочу влезать в такие вопросы, как культура, цивилизация, все такое и так далее, как просто биология, одна из фундаментальных предметов моей первой профессии, и это не здоровая вещь, когда один этнос воспроизводит все время сам себе, и биологически нужна всегда свежая кровь, поэтому народ традициями может это не приветствовать, но государство, где должны сидеть профессионалы, и там должны быть советники, и врачи, и генетики, и всякие, и всякие, они должны там советовать профессиональным людям, которые копабельны критической мысли, и должны сделать, я не знаю, брать огромные деньги, чтобы сделать проекты государственные, чтобы пустить миграцию в страну, чтобы поощрять, я не знаю, смешанные браки, и все такое, то есть это все обогащает и этнос, и физически, и физиологически, и, я не говорю про культуру, про связи с миром, про выход мира, и так далее, и так далее, я не знаю, я мало знаю стран, которые вот так закрылись там и в себе моноэтничные и так упорно-упорно свою генетическую идентичность хотят найти и подтвердить, и вот это сумасшествие я сейчас вижу потихоньку идут азербайджанцы, грузины, русские, то есть, как бы, не знаю, я видел, как армяне этим зародились лет 20 назад, когда я это понял, мне стало стыдно, но я уже посмотрю вокруг, что в Армении здесь не уникальны, это скоро будет и в Азербайджане, и в Грузии, вот так, как в Армении, и все к этому идет, вот это раздробление, раздробление, вот к чему это идет, аханы туда, грузины туда, осетины туда, и вот моноэтничные конфлагеря потенциальные через некоторое время. Понятно, не согласна. Смотрю, как здесь сколько народов живет, вряд ли. В Азербайджане? Ой, дай бог, дай бог. Татары, резкины, русские, казаки, сколько все. Если Азербайджан уже решат вопрос с армянами, не исходя из геополитических соображений, а из социальных, внутренних соображений, то есть весь этот этнический, культурный строй социального Азербайджана, моноэтничный, вот как этот моноэтничный организм решает вопрос с одной своей частью, с армянской частью. Это сугубо внутренняя азербайджанская проблема, то есть отдельно от армяно-азербайджанской между государствами. Я не знаю, я ясно выразил в определенном.